Мильковский район – это традиционное место обитания кречета. Здесь много перелесков, где птицу удобно обустраивать гнезда, а также множество вот таких полей, где кречет может охотиться. Примечательно, что даже на новом гербе Мильковского района, который был утвержден в прошлом году, также изображен кречет. Редкий сокол стал для района, можно сказать, птицей удачей. Не прошло и года с момента утверждения герба, как в Мильково, пришла новость, что серьезные арабские инвесторы намерены вложить свои деньги в уникальный проект – строительство первого в России центра по восстановлению популяции кречета. Мы видели, как в пустыне это все организовано. Шейхи настолько любят эту птицу, они создают эти условия в закрытых арочниках. У них Камчатка создается в пустыне с температурой, соответственно, с ветрами, со снегом, с дождем. Это огромные затраты, конечно, и они просто идут на это, тем не менее. Но в естественной среде гораздо, конечно, круче, и им было бы приятно приехать посмотреть на это все. Я думаю, что они приедут. Проект, приблизительная стоимость которого 230 миллионов рублей, был презентован президенту Владимиру Путину на прошедшем Восточном экономическом форуме во время его визита в павильон Камчатского края. Центр займет больше 350 гектаров. На них разместятся питомник, сектор для реабилитации и тренировок, а также семизвездочная гостиница для высокопоставленных гостей. Подобные центры собираются построить в нескольких регионах России, но самый первый должен появиться именно на Камчатке. Если говорить о практической стране, ну, безусловно, если это новое дело, это возможности создания новых рабочих мест, налоги какие-то, это обустройство, создание комфортной среды. Ну и чем обусловлено, наверное, выбор этого места? Действительно, не очень далеко от населенных пунктов, но вместе с тем это не будет мешать ни в коей мере развитию этого комплекса. Но, конечно, первостепенная задача центра – это восстановление популяции кречетов. Она сильно пострадала от браконьеров, которые отлавливали кречетов для продажи за десятки тысяч долларов в арабские страны. Если серьезно, конечно, если здесь будет развитие, получит вот этот вот, значит, соколиный центр, это значит, будет меньше браконьеров. Мы с вами знаем случаи, когда с Мельковского района вывозили по 30-40 штук. И когда я лично присутствовал, когда их выпускали, когда их подлечивали, я понимал, что не факт, что они приживутся после того, когда вот над ними издевались. Сейчас кречеты находятся на грани исчезновения, поэтому создание центра по восстановлению популяции курируют лучшие орнитологи России и мира. Кроме того, реализация проекта находится на личном контроле президента России. Мария Нетребенко, Александра Галдина, информационное агентство Камчатка.